Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вчера же было тепло! Не знаю, слышите ли вы меня сейчас из-за этого ветра Что за хрень? Блин, я в шоке Дождь, представляете? Вчера вообще Я подумала, что лето Как же круто, что мы вчера С Настей пофоткались, погуляли А не сегодня Так, ребята, все, я уже в машине Сходили за кофеечком И я взяла себе сосиску в тесте Надо будет сейчас поесть ее А то ненавижу животом урчать Где-то, где мне не хотелось бы урчать Вообще, в принципе, не люблю животом урчать Короче, натерла ноги вчера башмаками Грущу из-за этого теперь В общем-то Еду Ехать мне 35 минут Должна я даже опоздать Это нехорошо Немножко не рассчитала Но, надеюсь, не сильно опоздаю Сейчас показывают, что на 2 минуты только опоздаю В плане парковки там всегда, слава богу С этим все хорошо, поэтому Думаю, проблем не должно возникнуть В общем, у меня в машине здесь свет Вот он торчит В багажнике лежит И сюда торчит Так, бабушка, вы будете переходить на дорогу? Да, нет? Я прям, если честно, жутко расстроилась Из-за этой погоды Вообще не поняла прикола Что за фигня? Помните, как вчера было хорошо? Я вообще, блин, восторгалась Восхищалась тем, как здорово, как тепло А сегодня просто 8 градусов и дождь В общем, не знаю Взяла с собой на всякий случай пластырь Потому что другие башмаки, которые я надела Башмаки, такая я вообще Ботинки другие, которые я надела Они тоже мне сейчас Короче, не натирают А просто из-за того, что у меня там уже мясо, скажем так Ну не мясо прям, ну блин Натерла до дырочки ногу Вот, и Короче говоря, из-за этого мне немножко больновато Короче, ребят, мои опоздания на 2 минуты На 2 минуты, на 2 минуты Превратились в опоздание на 22 минуты Представляете? Все потому, что навигатор, собака сутулая Сказал мне, типа Ой, тут тоже время И еще дорога такой прямой Без всяких вот этих Типа, езжай туда, нормально Я туда встаю И когда я только встаю уже там Где я не могу свернуть на другой путь Он говорит, слушай, а там, кстати, вот на той дороге На 5 минут быстрее Я думаю, ах ты собака И я простояла там минут 20 То есть вот эти 20 минут На которые я как раз уже опаздываю Да, ну на 2 минуты я опаздывала Изначально теперь я опаздываю на 20 Уже 4 Короче, я просто в шоке Но я написала в гомеопату Сказала вот так и так Типа, опаздывай, дорога ужасная Вот, и я всегда у него спрашиваю Сможет ли он меня принять Если я вот так опаздываю Он сказал, что да Главное, чтобы до 30 минут Я хотя бы приехала Вот Так что нормально До 30 минут успеваем Слава богу, у меня осталось ехать 16 минут И буду я в 15-24 И как раз вот так вот побегу Кошмар, короче Ну что такое Мне сегодня как-то, знаете, утро прям вообще не задалось Ну не то, что не задалось Не такое лучезарное Вот как вчера, например, было Сегодня я проснулась от звука дождя И все бы ничего, если бы мне надо было лежать, спать дома И кайфовать под этот звук дождя Но поскольку у меня дела и планы и так далее Я еще и встала не так рано, как планировала Нельзя этого дождя А потом я еще чихала, как сумасшедшая Мне было плохо Короче, волнуюсь Не хочется сильно опаздывать Хотя я уже, блин, опаздываю сильно Но это просто джопа В общем, ребят, все в порядке Я успела Я сходила к гомеопату своему Теперь уже только через месяца полтора Где-то два к нему пойду Короче Ну я всегда спрашиваю Короче, даже не спрашиваю А он всегда смотрит весь организм Говорит, что да как Вот Он сейчас сказал, что Вообще просто все супер круто Со мной идеально У меня Какие раньше были проблемы Эндокринка Стафилококк Да, вот это то, с чем мы в основном Постоянно сталкивались Еще что-то Разбирались, разбирались Ну и стафилококк, сами знаете Это то, как бы, с чем мы долго боролись Как бы то, из-за чего моя кожа сейчас выглядит так А не так, как было год назад Я думаю, что вы помните Вот Я у него также спросила То, что вот у меня здесь какие-то высыпания появились Которые, ну, которые вот просто, не знаю Недели две-три назад они у меня вылезли До этого, ну, как бы, не было такого То есть, прям вот явно Я что не люблю Вот, когда вот прям видно, да Такое вот выпирающее что-то Вот Короче, говорят, что у меня не так Он сказал, что с кишечником у меня не очень Он сказал, что все остальное вообще идеально Там гинекология, эндокринка Никакого стафилокока Ничего вообще Там печень Просто все реально супер Но кишечник Кишечник И я ему верю Потому что я действительно ощущала на себе То, что у меня что-то не так с кишечником Вот И он говорит, что из-за кишечника У меня как раз-таки и вот сюда тоже пошло И из-за кишечника также у меня может быть Такое сильное обостренное состояние аллергии Сейчас где-то 4.10 И я должна поехать к Регине Снимать тиктоки Но поскольку Впереди камера на полосу Тварь Но поскольку я ей сказала, что я где-то к 5 смогу приехать Или к 5.30 Потому что я знаю, что примерно час ехать Но прикиньте, сюда я ехала больше часа А до района мне показывает доехать 18-15 минут Поэтому, короче, я написала Насте Своей подружке Фед, с которой мы вчера виделись И говорю Вот, прикинь, я уже освободилась Я просто написала Поверните направо А затем через 200 метров съезд Поверните направо Я просто написала Регине То, что я уже освободилась Вот И она сказала, что она еще сама не дома Потому что, понятное дело, она ждала меня Ну, к 5-5.30 Вот И я написала Насте Типа, че, как-то ты себе Она говорит, заезжай ко мне Вот Она мне сейчас Бургер Кинг закажет Только что вышла от гавиопата У вас с кишечником проблемы А, понятно Чтобы не сидеть В машине Не ждать Регину Хотя мы живем на одном районе Разметку Ну ты дерьмарь Завали Расслабимся Короче, навигатор просто Я не знаю Все мои последние нервные клетки Хочет уничтожить Мне неохота просто ехать домой Потому что, если я зайду домой То мне неохота будет куда-то идти А у меня тут целый фарш в машине Понимаете? Я свет вот этот Слава мне притащил Там у меня вещички Все Я собрала Как бы сегодня Готовилась Вот Поэтому Ну, как бы я бы все равно, конечно С этим не таскалась Я бы дома Ой, в машине бы все это просто оставила Поднялась бы домой Но мне неохота просто подниматься домой Чтобы потом Через минут 15 спускаться Поэтому я заеду к Насте Вот Где-то полчасика у нее посижу Фотки как раз перекинем Она мне скинула фотки на Яндекс.Диск Вот Но я сейчас скажу И давай из компас Флешки Прям мне шмякни их По аэродропу Типа Так будет намного быстрее И удобнее мне их скачать Вот Так что как раз А я еще говорю Типа Блин, да прикинь Я уже освободилась Типа Не хочу в машине сидеть Она говорит Да ладно Че ты Типа Посидишь Фотки повыбираешь Я такая думаю Ну да Потом она говорит Типа Ты в центре Я говорю Да не Я не в центре Я скидываю Свою геолокацию Она говорит Ты че Ты в центре Я говорю Да А я думала Я не в центре Все это время Ездила Гомеопату Ну короче Угар Просто это такой Типа центр Знаете Неявный Это где-то в улочках Закоулочках Что и едешь Не по тем дорогам Которым обычно едешь В центр Поэтому Я всегда думала Что я оказывается В центре Езжу Блин Прикол Так что вот Сейчас приду К Настюшке Буду кушать Бургер Кинг Вот я пришла к Насте А у нее здесь Такая вот киса Одетта Одет Позируй Ты ее кстати Одна из первых Увидела Да Я помню Привет Китя Красивая Да Кисочка такая У нее показательное выступление Она делает Видит Она хорошее окошко И чешет Капка Ага Смотрите Какая красивая А что за порода Шотландская Ага Но они с британцами Так похожи Да Да Но это примерно Плюс-минус Одно и то же Красивая Китя Ой Так что сидим У Настюшки Болтаем Так, ребят Я уже уехала от Насте Уже приехала к Регине Очень долго искала место Где припарковаться Так что сейчас пойду Не знаю, конечно Когда тащусь У меня там пакет И лампа Сейчас мы будем смотреть Лим-ми-ми-ми-мо Вот так смотрим Ага Так лучше, да? Сколько мы с тобой год назад Познакомились? Нет Я даже не помню Где мы с тобой виделись Аааа Подожди Точно Мы же с тобой у Карина Не горели Для рождения Я рассказывала Как раз Точно Ну да А что-то ты мне еще говорила Про топ-стрейчинг То, что ты тоже туда ходишь Да, я тебя видела Ты что-то, по-моему Можно говорить На чем ты гоняешь Да Лексус же, по-моему, да? Я видела, как ты выходила И садилась в машину Крутая была? Да, я думаю. Я явно не трогаю. Блин, короче, я сейчас Насте говорю, прикинь, Регина присылает мне тикток, типа, там надо петь. Я думаю, капец, она хочет снять тикток в купальниках. Ну, я не знаю, можно? Ну, ты же всем рассказываешь, что ты опираться делал на папку? Да, да, да. Я говорю, Насте, типа, блин, Настя, ты знаешь? Ну, что-то знакомо. Ну, хорошая девочка, ну, может, видела. Ну, короче. Говорю, вот, прикинь, Настя, говорю, хочется, чтобы мы сняли тикток в купальниках. Небось, свою жопку хочет, типа, на фоне моей большой, ну, все, покажешь. А потом я говорю... У меня совершенно небольшая. Потом говорю, прикинь, хочет снять тикток, типа, мы там поем, а она-то певица. Я говорю, а что, офигела, что ли? Ну, я все спланировала так, что ты будешь просто рот открывать, понимаешь? И напишем, угадай, кто поет. А ты будешь петь? Ну, да. Ну, все. А ты будешь, типа, стараться, как будто бы ты реально поешь. Причем ты будешь так, типа, а, нет, ну, тебе надо петь, блин. Ну, да, это, я смотрю, пользуются популярностью в тиктоке. А ты, давай что-нибудь русское, может? Конечно, любую выберем, да. А, ну что, тогда так играю. Так что я прихватила с собой купальники, сейчас мы будем с вами вечером. Да, я люблю максимально, знаешь, так, ну, типа, на ладьце не суперсложно вот эти съемки по пять часов. Я такое вообще ненавижу. Мы поэтому так долго с тобой собирались, потому что я, типа, блин, я как бы хочу. А, ну ты думаешь, что долго. Хочу коллаборации, хочу вот это все. А для меня это всегда вот эти все тиктоки, вот эти все приколюшки, для меня это всегда так сложно, так запаристо, так геморно. Я думаю, блин, давай просто кофейку попьем, пофоткаемся. Не, сейчас будет, я выбрала максимально такие легкие, так что будут все, тики-буки. Ну, все, так что будем снимать, потом смотрите в наших социальных сетях, ссылочки оставлю. Ставьте нам лайки, подписывайтесь. Ну-ка, а это если мы вот так сделаем. Это если мы сделаем вот так. У тебя на все зло вообще. И вот так. Смотри. Нет? Сейчас, просто его... Ну-ка. Умного. Может, знаешь, он прям за нами? Или это слишком? Не знаю, может, его вообще сюда? На нас. На нас? По-моему, да. Ну, можно и так. Вот как будто у них там еще комната освещается. Ну, давайте теперь. Или мы все-таки будем... А они, кстати, там как будто не в проеме. Может, нам закрыть дверь? Можно. Ты как думаешь? Да, мне вообще, пожалуйста, поможет. Просто, чтобы больше... Потому что, если то, что открыта дверь, там темно. А-а-а. А когда закрыто, сразу... А, ну, не двигать нормально? Ну, тогда нам и ярко. Какие-то... Ну, а что? Мы что, зря купальник, что ли будем надевать? Надо, чтобы нас видно было. Ну-у. Все, значит... Норм так по свету? Значит, оставляем, да. А, куда это пульчик? Ой. Угу. Гимми-гимми-мо. О-у-у. Давай тогда снимаем ночью. Я впервые такие тик-токи снимаю вообще. Да, это не сложно. Просто главное стоять на одном месте. Потому что... Ты видела, нет, такое, где мы ванны стояли? Вот тут вот. Нет. Она просто вот так держала свет за один раз. Вот этот розовый. Ага. Мы делали так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Потом мы раздевались в купальнике и делали то же самое. Та-та-та-та-та-та. Там, хоп, как будто свет меняется. Все? Клёво. Розовые вайв, все похоже на рай. Все, что нужно, лишь ты. И не нужен вай-фай. Так будто сон во сне, и даже это снится мне. Только вспомню о тебе и забываю про всех. Без тебя таска, таска, дождик льется, спит, а как я... Что, думала было? Что думаешь? Да, не знаю, но что это снимается? Зачем мне солнце в Монако? Для чего, скажи мне, луна в Сан-Тропе, Когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Было. Да. Видите, как легко снимать тиктоки. Так. Ну, я просто сижу там, что-то мы сейчас опоку спустим. Какая-то там жена. Ну, что-нибудь говорить на мне. Ты просто какой смысл вообще этих слов? Слушай, ну, подальше можешь настроим. А, подальше? Да, уже к тазик. Да, да, да. Смотри, пока ты видишь? Смотри, вот если я на ноги поставлю, видно? Да нет. Ребята, мы закончили, я выучила танец. Теперь я сейчас домой буду мужу показывать. Настроение отличное, вспотели. Потанцевали. Так что вот, сейчас буду уже собираться, а я тут домой. Так, ребят, я в машине. Капец. Блин, мне нравится. Я, конечно, устала сейчас за сегодня. И туда, и сюда. Но мне нравится так. Тебе, знаете, реально активная жизнь. Так вот она какая, оказывается. Когда ты и то, и сё. Сегодня я так, какого видела. И Настюшку, и вот Сергей, и тоже потусили. Очень классно потусили. Так, у меня уже сейчас всё, парковка, наверное, закончилась. Три минутки есть. Отлично. Гимми, гимми мой, гимми мой. Так, домой. Маршрут построен. Ого, 17 минут до дома ехать. Что любопытно, если хотите знать, мы живём вообще, типа, 5 километров друг от друга. Это вот, сами представьте, без пробок, без всего это, ну, реально, там, 6-7 минут доехать. Ну, короче, очень близко. Ну, сейчас из-за того, что, это, 8 часов. Самое интересное. Я сказала Славе, что буду к 8. Так я и приеду. Прикол. Интересно, что получится. Блин, всё равно переживаю, потому что мы снимали, типа, в купальниках. И мне-то всегда, конечно, как девочке хочется выглядеть секси, вообще классно, чтобы всё было так. Ну, знаете, прикольно. Ну, вот, поэтому волнуюсь. Но мы посмотрели, вроде всё нормально. Ну, и я очень строга к себе. Кто-то, наверное, посмотрит на этот тикток, не знаю, может, он уже вышел, вы, наверное, уже даже видели, не знаю. Кто-то, наверное, посмотрит и подумает, блин, типа, вау, какая фигура у Юли, там, ещё что-то. Ну, знаете, а я к себе строга. Несмотря на то, что я худая, ну, как бы, мне не хватает, конечно, там, подкачаться. Вот это всё, знаете, уже более классно, чтобы всё выглядело, ну, не стильно, а более сочно. Да, хочется, блин, начать ходить в зал. Ну, не в зал, а, знаете, вот, типа, как на топ-стрейчинг. Вот это прикольно было. Короче, я радуюсь, потому что, как я и сказала, хороший сегодня был день. Продуктивный день. Короче, хороший, хороший денёк, реально радуюсь. Можно сказать, что один из самых активных дней на этой неделе, по ощущениям даже. А что у меня вообще было? Да, ну да, самый активный такой день на этой неделе, мне кажется, я и там была, и тут была. Так, сейчас, вот так. И вот, наконец-то, сняла какую-то коллаборацию. У меня это вообще вообще сложно. Я действительно очень тяжело коллаборирую с блогерами, потому что, ну, короче, как это сказать? Я такой человек, я люблю снимать только с друзьями или с людьми, которым я испытываю такие приятные чувства, как будто бы родные. Ну, короче, это вот, знаете, как я очень, ну, как это сказать, не то, что не люблю чужих людей, но вот просто есть люди, с которыми ты знаком, несколько раз виделся, но ты всё равно чувствуешь, что это тебе чужой человек. А есть люди, с которыми ты один раз увиделся, и вот есть ощущение, что это твой человек. Ну, короче, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Вот, а ещё вот это в конце то, что мы снимали с танцем, блин, это очень мне сложно, реально. Вот я постоянно думаю на танцы какие-то какие-то пойти. Я же в детстве ходила на бальные танцы. Мне даже недавно, ну, типа, снилось. Ну, даже не тоже снилось, а перед сном я думала, типа, блин, представляла, как я иду на бальные танцы, танцую, прям классно. Мне кажется, что танцы — это очень здорово. То есть это прям, ну, раскрепощает, раскрывает человека. Именно убирает зажатость какую-то, знаете, потому что я, например, зажатый человек. Несмотря на то, что в детстве я ходила на танцы, но, мне кажется, этого было недостаточно для того, чтобы я была не зажатой, потому что на любой тусе, на любой вечеринке, чтобы я начала прям танцевать, типа, знаете, вот как, ну, типа, не стесняться даже если... Ну, я постоянно думаю о том, что я выгляжу нелепо, то, что я делаю какие-то тупые движения. То есть у меня прям вот такая тема. Это не круто, это не здорово, и мне бы хотелось избавиться от этих зажимов непонятных, но это просто, как, знаете, вот есть зона комфорта, и мне просто нужно из нее постараться выйти и стараться выходить из этой зоны комфорта, а я это ненавижу, как и любой, наверное, нормальный человек, он любит находиться в зоне комфорта, и тяжело выходить из зоны комфорта, но когда выходишь из зоны комфорта, ты как будто бы заряжаешься тем, что, типа, блин, да я, оказывается, это могу, да, оказывается, это просто, и, ну, как-то высвобождаешь свой зажим, не знаю, раз... Ну, короче, это здорово, это всегда полезно, но страхи очень часто мешают нам. У меня есть страхи, там, сцены, еще чего-то, страхи каких-то выступлений, там, в духе, не знаю, ну, как-то вот такая я, то есть, знаете, мне кажется, вот, прямо от души потанцевать или даже какие-то там прям секси-движения поделать, ну, в духе, да, я могу только, если я одна дома, перед зеркалом и любимая музыка, что я очень редко делаю. Все, и я знаю, что я могу быть, типа, классной со стороны, мне кажется, что я классная, но потом почему-то, когда какое-то мероприятие, какая-то вечеринка, еще что-то, я думаю, типа, о, не, я не пойду, сейчас начнется, сейчас будет, типа, вообще тупо, нелепо. Ну, короче, не знаю, это тупо, блин. Что за пробки? Я сегодня все пробки просто собрала, все московские пробки сегодня собрала. А, кстати, блин, Настя же мне скинула фоточки со вчерашней фотосессии, фотосессии, так что хочется приехать домой, сделать чаечек, кушать трубочку со сгущенкой. Может, что-то, не знаю, так неохота сегодня ничего готовить, если честно. Может, я... А, я же салат вчера сделала! А-а-а-а-а! Держите меня семеро! Я сейчас приеду и буду есть салат мимоза! Все, я еду домой. Блин, 16 минут, все в какой-то странной гребаной пробке. Приеду домой, поем салат мимоза с кайфом. Просто салат, мне больше ничего не надо. Поем салат, сделаю чай. Ну, скорее всего, муж мне сделает чай. Он мне заботливый, любит меня. Вот, потом лягу в кровать или сяду за комп. Ну, может, даже лягу в кровать. Буду лежать, фотки обрабатывать и что-нибудь включу классненькое. Так что вот такие планы. Я домой. Короче, ребят, я жутко устала. Меня прям в сон вообще клонит просто. Сейчас 11 часов уже ночи. Только что я покушала пельменьки. Муж сварил. Было очень вкусно. Короче, я, наверное, на этом с вами закончу, потому что я устала. И уже понимаю, что после того, как я смонтирую это видео, может, я не до конца его смонтирую, я уже не смогу ничего записывать. Вот, потому что я иногда монтирую и потом еще записываю что-то, комментирую, болтаю. В общем, сегодня был классный, активный день. Я очень рада. Вот, не знаю, получился долгий влог или нет, но надеюсь, что вам понравился. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. Я туда выставляю всякие фоточки с фотосессией, клипы всякие выставляю. Так что ссылочку найдете в описании. И на мой телеграм тоже не забывайте подписываться. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока!